Из-за ремонта дореволюционного коллектора на углу Пантелеймоновской и Преображенской временно становят движения 5, 17, 18 и 28 трамвайных маршрутов. Работы обещают завершить в течение трех месяцев. Какую предлагают альтернативу для проезда и как к этому относятся одесситы? Смотрите в следующем сюжете. Через ремонт коллектора на розе вулиць Пантелеймоновской и Преображенской, 5, 28 и 18 трамвайные маршруты тем временно остановят свой движение. Поэтому сегодня последний день, когда я могу доехать до офиса на родной пятерочке. 17 трамвай, который курсировал с 11 станции Большого фонтана до Куликового поля, также не будет работать. В мэрии обещают обеспечить людям альтернативный вид транспорта. Планируют, по крайней мере, использовать маршрутные такси. Люди говорят, остановка этих трамвайных рейсов значительно усложнит перемещение по городу. Это очень плохо. Вот как добираться людям? Вот скажите. Вот как добираться людям на работу? Вот как? Там не идут, здесь не идут. Это разве правильно? Что, пешком ходить? Это безобразие. Это безобразие. А это надо какие-то претензии иметь к нашим депутатам, которые, блин, вообще, ну, они рамсы нафиг не видны, что эти депутаты, они меня уже заманали. Ну, нормально не может человек относиться, когда плохо, правильно? Ну, так, в двух словах. Кстати, из-за остановки маршрутов бюджет города и Одессгорэлектротранс потеряют огромные суммы. По данным коммунального предприятия, одесситы ежемесячно совершают 2 миллиона 700 тысяч поездок по этим четырем трамвайным направлениям. Ну, это наверняка там где-то около 100-150 тысяч человек, если там каждый человек ездит по 10-20 раз в месяц, но это большое. Я предлагал и вице-мэрам, и лично мэру, я предлагал вначале построить объездную колею длиной 215 метров от Пантелеймоновской до улицы Водопроводной и с поворотом на новощупной ряд, чтобы можно было пустить трамваи в объезд, плюс чтобы можно было сделать потом капитальный ремонт всей Пантелеймоновской, который планируется без остановки трамваев, и чтобы запустить новые трамвайные маршруты с Фонтана и с Аркадии в центр или, может быть, даже на поселок Котовского. Но все они отвергли мою идею, к сожалению. Сначала деньги, необходимые для замены дореволюционного коллектора, входили в общую смету по ремонту новощупного ряда. Впрочем, в управлении дорожного хозяйства впоследствии предложили выделить дополнительно еще 50 миллионов. В мэрии согласились. Завершить работы обещают в течение следующих трех месяцев. Смотрите, вначале вообще говорили, что все работы займут полтора месяца, потом мэр дал поручение успеть за месяц, и в итоге оказалось, что теперь три месяца. Насколько я знаю, есть поручение вице-мэра Жемана не начинать работы, пока сюда не привезут все рельсы уже в готовом виде, чтобы этот процесс был максимально быстрым. Честно говоря, я пока не вижу никаких предпосылок, чтобы они завтра начали здесь работы. В то, что за обещанный срок коммунальщики успеют закончить работы, верят далеко не все одесситы. Ну, это обычно обещают, но обычно никто ничего не успевает. Я не верю. Верю. Главное верить. Вера нас спасет. Кстати, перекресток Пантелеймоновской и Преображенской – последний участок, который необходимо отремонтировать, чтобы запустить трассу Север-Юг, говорят в Горсовете.